Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Да, Сергей, у нас первый вопрос, который, наверное, больше касается политики, и он, наверное, покажется вам немножко наивным, но все-таки. Вот мы рассказали про эту историю. Чеченский бизнесмен, близкий к Кадырову, во время войны вот так вот стал со владельцем завода в Мариуполе. Ну, это мы понимали, что, скорее всего, это будет происходить. Но, кроме того, российская сеть гипермаркетов Оби, Старбакс. Значит ли это, что сейчас любые люди, приближенные к Путину, могут вот так вот просто взять и отжать буквально международный бизнес? Ну, не совсем так. Не совсем так. Люди, приближенные к Путину, могут стать владельцами бизнесов иностранных компаний, которые приняли решение уйти из России. Ведь и Старбакс, и Оби, и Рено, и Икеа, и, там, не знаю, десятки, сотни других иностранных компаний, они приняли решение добровольно уйти из России, сказав, что мы не хотим зарабатывать на правилах. Мы не хотим вести бизнес в России, потому что считаем, что это этически неправильно. Вот. И, естественно, многие из них, ну, конечно, как бизнес есть бизнес, да, не, во-первых, они сразу все списали в убыток, да, то есть сразу, чтобы было понятно, они закрыли, многие из них, свои бизнесы и сказали, окей, понесем убытки, значит убытки. Если получится продать, значит получится продать. И Путин выпустил указ, согласно которому любая продажа, вот любой, ну, достаточно крупной собственности, бизнес-собственности в России иностранцами из, вот то, что он называется, недружественных стран, требует разрешения правительственной комиссии. То есть, если Starbucks решил кому-то что-то продать, или IKEA решила кому-то что-то продать, или McDonald's, ну, не что-то, а свои российские активы, то они должны написать бумажку, большое заявление, и отправить его в Белый дом, в правительство Мишустина, где написать, что покупателем является такой-то, а цена такая-то. И правительственная комиссия может сказать, а мы вам разрешаем. Или может сказать, нет, мы вам не разрешаем. А что вы нам не разрешаете? А мы вам не разрешаем продать Иванову. Окей, а кому можно? А можно вот этому, Корчаге. Окей, хорошо, мы идем продавать Корчаге. Ну, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Какая там у вас цена стоит? 100 единиц? Не-не-не-не-не. 100 единиц очень дорого. Вы имеете право продать это дело за 50. Вот как устроен этот бизнес, и это действительно поставлено на поток. То есть поверить в то, что бизнес уходящих компаний, все эти известные вывески или неизвестные вывески, они достаются случайным людям, но это нужно быть очень наивным человеком. Только тем, кто крайне приближен к власти и на тех условиях, которые крайне выгодны тем, кто это получит. Сергей Владимирович, еще хочется вам такой вопрос задать почти в продолжение этого. Я еще с юности помню, когда была война в Чечне, много говорилось о том, что многие на этом сумели нормально обогатиться, и кто-то даже говорил, что может быть это и причина, почему война в Чечне так вот развивалась. Та война, которая идет сейчас, она может стать источником дохода для тех, кто циничен, для тех, кто может подсуетиться и в какой-то бизнес зайти? Есть ли там вообще какие-то возможности для экстремально быстрого наращивания доходов или сейчас это невозможно? Дмитрий, послушайте, кому война, кому мать родна, кто ж не знает этой присказки. Естественно, на войне можно зарабатывать, и каждый раз, когда идет война в любой стране, в любую эпоху исторического, были люди, которые устроили огромное состояние. И чего греха таить? Мы же видим, что даже в Украине, которая в значительной мере финансируется за счет иностранной помощи, тоже, в общем, что называется, есть свои проблемы, с чем связана такая массовая зачистка Министерства обороны Украины. А в России, начиная от того, что когда деньги из бюджета вьются рекой, когда военные расходы увеличиваются в два раза, то понятно, что вот эти деньги кому-то достаются. Можно ли много украсть на военных поставках или не много можно украсть в военных поставках? Сейчас мы, конечно, с вами этого не узнаем, но я верю в то, что ваша группа расследований разберется в этом деле и когда-нибудь там короткое время нам об этом расскажет. Ну вот тот же самый Азов-Сталь, о котором вы говорите. Ведь по большому счету есть юридический собственник у этого предприятия, там есть у завода Ильичана, расположенного в том же Мариуполе, юридические собственники. Ну приходят чеченские товарищи, говорят, это наша. И даже если они продадут все, что там есть по цене металлолома, то они уже очень даже неплохо заработают. Поэтому, конечно, во время войны есть вот такие солдаты удачи. Но есть солдаты удачи, которые ходят с автоматами и стреляют, а есть солдаты удачи, которые ходят с автоматами и зарабатывают деньги. Сергей Владимирович, тогда еще один вопрос, касающийся недавней публикации ВБЛ. В декабре правительство взялось за мобилизацию доходов бюджета и предложило бизнесу, предложило, мне нравится слово, сделать разовый платеж в бюджет на 200-250 миллиардов рублей. Бизнес выступил со встречным предложением увеличить в 2023 году 20% налог на прибыль российских компаний. Получается, вот эта мобилизационная экономика, о которой мы несколько месяцев до этого говорили, заключается в том, что государство просто приходит и отжимает деньги, в том числе и не только у госкомпаний, но и у частного бизнеса. Ну, примерно так. Только я поправил бы, это было не в декабре, это было, что называется, в самом-самом конце января. И начальный ценник был 450 миллиардов. Просто известно, кто это делает. Это делает вице-премьер Андрей Белоусов. Он, там, несколько лет назад уже пытался эту идею реализовать, когда он написал на бумажке, там, от руки перечень, по-моему, 15 компаний, которые, по его мнению, заработали слишком много денег на мировой конвенитуре цен. И он сказал, а неплохо было бы у них отобрать. Ну, на что Путин поручил, там, правительству разобраться, забрать деньги. Ну, в общем, ничего не понял. Ничем не закончилось, да, олигархи отстояли свое. В этот раз ситуация выгол сделала примерно так же, что Белоусов вместе с министром финансов пришел, вот то, что называется, Российский союз промышленников и предпринимателей. И с таким видом горного хозяина сказал, ну, что, холопы, сейчас я вам озвучу. Ну, нет, ну, примерно вот в такой риторике, да, вот, ну, там, без слова холопы, конечно, не прозвучало, но манера была примерно такая. Вот, ну, на что люди, там, знаете, вот в России все-таки богатый человек, олигарх, который там 10, 20, 30 лет свое состояние строил, он не лох, да, в отличие от Белоусова, который, я считаю, что если его поставили начальником в правительстве Путина, то он все знает лучше всех, эти люди прошли через огонь, воду и медные трубы. И они Белоусова и Силуанова запросали техническими вопросами, а как это будет оформлено, а как это будет сделано, а что там, а что здесь. И в результате выяснилось, что вот эти два высокопоставленных чиновника, они по большому счету ничего сказать не смогли. Они, вот кроме того, что дайте нам денег, да, вот они ничего другого произнести не смогли. В результате олигархи им сказали, что, ребят, ну, послушайте, во-первых, вам нужен закон, а во-вторых, мы считаем, что будет проще, если вы напишите закон, по которому, вот честно, поднимете налог на прибыль, может, и денег даже больше соберете, в том числе и с нас. Вот, два чиновника пошли думать. Сергей Владимирович, тогда еще такой вопрос, вы упнули как раз Белоусова, и вот у меня такой более общий вопрос, а есть ли сейчас в экономическом блоке, который мы периодически, ну, так вот, может быть, даже немножко, не то чтобы хвалим, но отмечаем то, что они в своих вопросах компетентны, но есть ли в этом экономическом блоке сейчас люди, вроде этого самого Белоусова, может быть, группа людей, которые могут вот эту некую экономическую стабильность порушить своими какими-то неграмотными дуболомными решениями? Ну, знаете, как это? Нет предела совершенствования и человеческой любви. Да, и поэтому, конечно, всегда могут быть дуболомы, всегда могут быть люди, которые разрушают, но в моем понимании сегодня вот в этой команде прагматиков-экономистов, которые обслуживают Путина, ну, большинство принадлежит людям, которые все-таки хорошо понимают, что такое сдержанная политика и как сохранять макроэкономическую стабильность, и самое главное, мало того, что их там большинство, эти люди, ну, что далеко ходить, это тот же самый Силуанов, это та же самая Набиулина, и тот же самый Максим Орешкин, в меньшей степени, правда, помощник президента по экономике, у него и бывает иногда завихрение в сторону, что можно что-нибудь расслабить, вот. Но самое главное, что Набиулина и Силуанов, они пользуются самым высоким авторитетом у Путина, и если они скажут нет, то я думаю, что совместные усилия того же Белоусова, Мишустина, Орешкина, вы знаете, смотрите, мы даже министра экономики не упоминаем, там есть такой решетник, хотя у Путина не зависит, о чем бы он там ни говорил, ну, короче говоря, вот я не верю в то, что Силуанов и Набиулина, как сказать, акцептуют Путину какие-то решения, которые разрушат макроэкономическую конструкцию. Другое дело, что в какой-то момент, может быть, если там война будет идти не очень хорошо, если с нефтью будет плохо, если потребуется увеличивать военные расходы, да, и вот здесь в голове у Путина просто его личный баланс того, какие риски он готов на себя брать, ведь он же может, знаете, как вот там год назад он считал, что он возьмет Киев за три дня, да, сегодня там он может посчитать, так, слушайте, мне нужно срочно увеличить военные расходы, мне нужно больше выплатить денег на военные заводы, вот, но да, конечно, для этого там нужно немножечко нарушить те требования, которые выставляет Ненабиулина Силуанов по поводу бюджета, по поводу инфляции, дефицита, все это хренатень экономическое, но я же знаю, что это быстро, я за три месяца сейчас с Украиной справлюсь, а потом все верну на круги своя, да, то есть если у Путина в голове вот какая-то такая конструкция сработает, то он это может сделать, но это единственный дуболом, который в состоянии это разрушить. Сергей Владимирович, еще тогда один вопрос по поводу, вот зашел к вам в твиттер, там одна из последних записей, правительство решило использовать метод лома в отношении падающих нефтяных доходов бюджета, там дальше длинное пояснение, честно скажу, я понял, не очень много, но мне показалось, что это очень важно. Не могли бы вы расшифровать для нас людей, которые в экономику не погружены? Ну, смотрите, до настоящего времени, пока этот законопроект, который правительство внесло в Думу, не подписан, то Минфин ежемесячно объявляет фактическую цену российской экспортной нефти. То есть он говорит, что по итогам января месяца цена нефти составила 49,5 долларов. И, исходя из этого ценника, налоговая служба считает ставку налога на добычу полезных ископаний, точнее, делает в Министерстве экономики, а налоговая служба собирает. Налоговая служба умножает ставку на курс рубля и говорит нефтяным компаниям, сколько им надо заплатить. Соответственно, и произведение этих двух составляющих, цены нефти в 50 и курса долларов в 73, приводит к тому, что дефицит бюджета должен резко увеличиться. То есть вот бюджет так не выдержит. Бюджету нужно больше денег. И для этого Министерство финансов сказал так. Ну, в общем, надоело нам думать о том, сколько является фактическая нефть, сколько она стоит, сколько она не стоит. Мы не знаем, откуда берутся эти данные. Нефтяные компании врут. Возможно, они что-то прячут. Короче говоря, вот есть нефть бренд европейская. И мы будем от нее считать свои налоги. То есть нам не важно, за какую цену нефтяные компании продают свою нефть на экспорт. То ли это 50, то ли это 52, то ли это 48, да хоть 26, да хоть, не знаю, 74. Вот мы берем цену нефти бренд, от нее вычитаем какую-то величину. Ну, там, соответственно, по итогам апреля там 34 доллара и дальше до 25, да. То есть на вторую половину года 25, минус 25 долларов. То есть сегодня бренд стоит там 83 доллара, вычитаем 25, получается 58. Вместе с ним говорит, все, для целей налогов мы считаем, что нефть стоит, российская нефть стоит 58. А сколько она стоит на самом деле, нас это вообще, говоря, не волнует. Вот, ну и с точки зрения, вот знаете, как в предыдущем вопросе, прагматическое решение, абсолютно прагматическое решение, которое позволяет там улучшить положение бюджета, да, и там увеличить доходы бюджета на вторую половину года, так что, в общем, он станет чувствовать себя гораздо лучше, чем сейчас. Спасибо. Не знаю, как коллега Макошеница, а я понял. И Сергей Владимирович, еще хочется один вопрос задать. Заранее скажу, как бы вы не ответили, мы все равно будем вас приглашать. У вас практика большая, да, вы уже понимаете, я добился своего, вы понимаете, что я говорю. Осталось бы, чтобы наши зрители понимали. Вот, слушай, что Сергей Владимирович говорит. Все так. А что они пишут? А что зрители там пишут? Они хоть поняли? Как это, знаете? Зрители восторгаются. Который говорит, а ты сам-то понял, чего сказал? Зрители так восторгаются, что я каждый раз думаю, что вы бота в себя привели, потому что зрители такие, о, Алексашенко, Алексашенко, там радуются. Вот, но я последний вопрос хочу задать. Заранее скажу, что, как бы вы не ответили, мы все равно будем вас приглашать, и всегда вам рады. Но, вопрос такой. Недавно, вы знаете, Мария Певчих давала нашумевшее интервью Юрию Дудю, и самое такое нашумевшее, наверное, место в этом интервью было про то, как она относится к олигархам, к Абрамовичу, Галецкому, и многие ругали ее за излишний радикализм в нынешней ситуации. Вот вас хочется спросить, насколько вы считаете, вот даже тех, которые считаются такими лайтовыми, добродушными олигархами, вроде того же Абрамовича, насколько вы считаете их ответственными за войну, и насколько вы согласны, что нужны радикальные меры, какими бы милыми людьми эти самые люди не были? Дмитрий, ну давайте я покаюсь, да, я до конца интервью Марии Певчих еще не дослушал, слишком длинное, вот как-то, ну, я не люблю слушать по 15 минут, да, нужно так выбрать много времени, нужно хотя бы присеста послушать. Насчет ответственности за войну, вы знаете, ну, это вопрос же такой, есть вина, а есть ответственность. И ответственность лежит, ну, так, по большому счету, на всем населении России, включая нас с вами, ну, и на олигархов. На них больше, на нас меньше. Мы пытались что-то поменять, мы пытались с чем-то бороться, мы пытались что-то объяснять, мы можем говорить, что мы это не приветствовали, а наши оппоненты, в том числе и, не знаю, как в Берлине, и в Париже, и в Вашингтоне, они будут говорить, ну, мало работали, ребят, надо было лучше, надо было энергичнее, надо было тщательнее, ну, и так далее. Вот, конечно, ответственность олигархов, она существует. И, конечно, олигархи, с моей точки зрения, они предали интересы России, предали их достаточно давно, в начале, там, 2000-х годов, в самом начале правления Путина, когда они подписали свой пакт. Вы помните, мы говорили где-то там, что Путин договорился с народом, свобода в обмен на колбасу. Да, то есть я вас забираю свобода, но даю колбасу. Вот олигархи свою колбасу получили раньше всех. Путин им сказал, ребят, вы можете зарабатывать в России сколько хотите, но не лезьте в политику. И тем самым олигархи, вот знаете как, они остались, возможно, хорошими бизнесменами или, там, хорошими предпринимателями, которые умеют зарабатывать деньги в российских реалиях, за границами, за пределами России мало кто из них умеет зарабатывать деньги, но, по большому счёту, они перестали быть такими добросовестными, нормальными гражданами России. Им стало наплевать на то, что происходит в России. И я считаю, что то, что они перестали поддерживать публичных политиков, оппозиционную политику, это и есть их главная, вы знаете, как вина, преступление, но даже не перед Украиной, а преступление перед Россией. То есть они решили зарабатывать на России, при этом не захотели быть настоящими гражданами России и поддерживать политическую стабильность, политическую конструкцию России, которая была передана в конце 90-х, начало 2000-х. Можно сколько угодно её критиковать, но понятно, что точно было лучше, чем то, что имеется сейчас. Поэтому, конечно, их ответственность намного выше. Является ли это уголовным преступлением? Ну вот, на мой взгляд, это будет очень сложно доказать, что то, что они сделали, является уголовным преступлением. Хотя, возможно, помните, если вспомнить Панамское досье и вспомнить, как некоторые из них передавали деньги Виолончелистову Ралдугину, ну, в моём понимании, вполне даже на коррупцию тянет. Поэтому, думаю, что вот если, когда и если наступит прекрасная Россия будущего, и когда архивы, в том числе и финансовые, станут более доступны нам с вами и в группе расследований, то многим из них придётся отвечать, ну, хотя бы за коррупцию. Спасибо большое. Ну, да, теперь точно будем вас приглашать. Сергей Алексеевич был у нас в эфире. Ждём вас ещё раз. До встречи. Большое спасибо. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Продолжение следует...